Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем с притчи такой. Был Ёсили такой, очень бедный человек, он побирался, вечно ходил по всем домам. Ну, нищета беспросветная. Продавец билетов в лотерейных уговаривал, купи билет когда-нибудь. Тот говорит, знаешь, у меня нет денег, не морочу ни голову, это все равно выиграть нельзя. Тогда продавец билетов ему говорит, знаешь что, я тебе сейчас одолжу денег, но мы договоримся об условии. Если ты выиграешь, возвратишь мне долг за этот билет. А если нет, то заранее я тебя прощаю. Ёсили сказал, хорошо, если так, пожалуйста, давай. Ну вот, взял он один билет, продавец еще посмотрел и ушел. Попрощался, говорит, смотри, я ж если не выиграю, не отдам. Ну, хорошо. В день лотерейного розыгрыша продавцу билетов послали телеграмму, что один из его покупателей выиграл главный приз, огромный приз. Тот начал проверять номер, я увидел, что Ёсили выиграл. И несколько там тысяч, миллионы, то есть огромные деньги. Был холодный зимний, уже почти ночь, да? И он говорит, я обязан сообщить Ёсили такую вещь. Куда ты пойдешь? Говорят, мороз, снег. Он, нет, я обязан. Пошел на край села, там завалена дорога, но тем не менее, ночью стучит в дверь к нему. Никто не отвечает. Опять стучит Ёсили, тот проснулся. Кто это? Я продавец лотерейных билетов, хочу тебе что-то сообщить. Что ты хочешь? Говорят, такое время. Зло так кричит еще. Продавец говорит, открой сначала, я замерз. Нет, сначала скажи, что ты хочешь. Я тебе скажу, ты выиграл в лотерею миллионы, открой уже дверь. Он ждал, что дверь откроется и слышит, как Ёсили говорит злым голосом. Не могу понять такой наглости. Ладно, все думают, что Ёсили бедняк, поэтому относятся ко мне как к поберушке. Но ты-то знаешь, что я стал миллионером. Как же ты не стесняешься в полночь будить миллионера? В одно мгновение Ёсили все забыл. Продавец уже считается наглецом, стучащим в дверь миллионера. Забываем. И пусть каждый смотрится в себя, насколько он должен быть благодарен окружающим. Почему? Ведь иногда только претензии к друг другу. Если мы будем смотреть на жизнь благодарностью, какой хорошей будет наша жизнь. Она будет другая, дети будут благодарны родителям, друг другому, сосед соседу и так далее. Само собой, мы должны думать и о главном, как мы обязаны быть благодарны хозяину мира, который дал нам все, включая отдыхание и кончая всего остального. Месяц и лул – это месяц раскаяния. Кто пропустит это время, ему придется долго жалеть. Но раскаяние и самоедство – это две разные вещи. Мудрецы говорят, что даже если ты совершил что-то выходящее за рамки плохого, помни, что Всевышний знает о нас все и знает хорошо. Ему известно, что у нас есть дурное начало. Поэтому не занимайтесь самобичеванием. Даже если вы совершили какой-то совсем плохой поступок, Бог не хочет, чтобы из этого вы погрузились в уныние или отчаяние. Он желает, чтобы вы восприялись духом, твердо решили вернуться на путь добра. И лишь тогда вы сможете действительно раскаяться в том, что вы совершили, и стать тем человеком, которого он хочет. Вообще, у полного раскаяния, говорят мудрецы, четыре уровня. Первый – это оставить грех. Нельзя, например, просить Всевышнего, прости меня, и я вчера посогрешил, и продолжать, например, пить некошерный коня, который пил вчера. Так не бывает. Второе – раскаяние должно быть обязательно и в сердце, и в разуме. Без осознания этого раскаяния невозможно. Если вы не чувствуете внутри раскаяния, это вранье перед Богом. Третье – это обещание, обращенное к Всевышнему. Каждый должен сказать вслух Всевышний, я согрешил, и никогда больше не буду этого делать. Четвертое – каждый должен принять твердое решение, исправить свой грех, и сказать себе, я никогда не буду этого больше делать. Уже себе, и очень четко. В следующем мире от неисправленных грехов плохой запах. А приходя к Всевышнему, нельзя плохо пахнуть. Надо думать о том, что все равно придется из мира через 120 лет хотя бы на уйти. И с каким запахом ты предстанешь наверху? Я расскажу еще маленькую притчу. Ученик пришел к Рэбе и говорит, что моя жизнь будет полна смысла, насыщена, я ее продумал. А как ты планируешь ее прожить? Он говорит, я, наверное, поступлю в лучший университет, а потом женюсь, а потом буду много работать, обеспечу свою семью, а потом буду доживать век в окружении внуков, правнуков, а потом думаю, что умру. А потом задумался ученик, говорит, не знаю. Сказал ему Рэбе, пока ты не ответил на этот последний вопрос, другие вопросы и ответы не так уж важны. Хочется надеяться, что и мы вовремя зададим себе нужные вопросы. Брахава, ацлаха, всего самого-самого лучшего. Брахава, ацлаха, всего самого-самого лучшего.